30 марта в Кремль для вручения верительных грамот прибыл чрезвычайный полномочный посол Норвегии в СССР Эрик Бродланд. Посла принял председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Эфремович Ворошилов. При вручении верительных грамот присутствовали заместитель министра иностранных дел СССР Кузнецов, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Бегов. В своей речи посол Бродланд заявил, что граница между Норвегией и ее великим соседом Советским Союзом, несмотря на свою короткую протяженность, является редким примером европейской истории, так как она никогда не давала поводов неприязни между обоими соседями. В ответной речи Климент Эфремович Ворошилов, подтвердив справедливость слов посла, сказал, что советское правительство считает, что между Норвегией и СССР могут развиваться добрососедские отношения при наличии к тому соответствующих стремлений с обеих сторон. Посол Бродланд представил состав посольства Норвегии в СССР. Москва. Раннее утро. В киоске только что привезли свежие газеты. В них опубликовано постановление Совета Министров СССР и Центрального комитета Коммунистической партии о новом снижении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары. За послевоенные годы это уже седьмое по счету снижение цен. Значительно дешевле стала обувь. До 20% снижены цены на различные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Снижены цены и на товары хозяйственного обихода. Новая цена пылесоса 405 рублей. Между его прежней и новой стоимостью разница 45 рублей. Вот что можно еще приобрести на эту сумму. В этот день всюду шла особенно оживленная торговля. За шелковое платье покупательницу платят на 70 рублей меньше, чем она стоила бы ей до снижения цен. Купленный сервиз обошелся теперь дешевле на несколько десятков рублей. Незабытые и маленькие покупатели все игрушки подешевели на 15%. Новое снижение цен даст населению прямую выгоду не менее 20 миллиардов рублей в год. В Западной Сибири на реке Аби выросли новые поселки. В них живут строители Новосибирской гидроэлектростанции. Будущее ДЕС даст электроэнергию для промышленности и сельского хозяйства Новосибирской области и Алтайского края. Заканчиваются земляные работы в котловане. Здесь будут сооружены плотина и здание ДЕС. Шагающие экскаваторы прокладывают судоходный канал. Готовится к пуску автоматизированный бетонный завод. Скоро на стройке начнутся работы по укладке бетона. Сталинградский тракторный завод имени Дзержинского. Сотни машин посылают тракторостроители в районы освоения целинных и залежных земель. Скоро молодые механизаторы выведут эту мощную технику на просторы целинных земель. В Тирдизе, на берегу озера Исык-Куль, в горах на высоте 1700 метров над уровнем моря, раскинулись пастбище совхоза Тамчи. Многие годы перегоняют татары овец старые друзья чабаны Байтулак-Алибаев и Ахтай-Алымбаев. Это новая полутонкорунная порода овец, наиболее приспособленная к высокогорным условиям Тирдизии. 11 лет вели работу по выведению этой породы овец животноводы совхоза, которыми руководит старший зоотехник Дмитрий Владимирович Колесников. Полутонкорунный баран дает в год до 13 килограммов отличной шерсти. Вес барана нередко достигает 150 килограммов. Тысячи племенных овец отправляют отсюда в колхозы и совхозы Тиргизии и других республик. Недалеко от Праги, в горах Крконыши расположен курорт Шпинглеров-Млын. Здесь проводят свой отпуск люди разнообразных профессий. Для них созданы все условия для хорошего отдыха. По канатно-подвесной дороге можно быстро подняться в горы на высоту 1200 метров. Здесь построены четыре трамплина различной высоты. Каждый отдыхающий может испытать свое умение в различных видах лыжного спорта. Состязание на самках одно из самых любимых народных развлечений. Каждый год на этом курорте отдыхают сотни тысяч трудящихся Чехословатии. 30 марта в Берлине начал работу четвертый съезд социалистической единой партии Германии. Среди делегатов рабочие, крестьяне, инженеры, ученые, деятели литературы и искусства. На съезде присутствуют делегации коммунистических и рабочих партий зарубежных стран. В президиуме съезда председатели социалистической единой партии Германии Вильгельм Пик и Отто Гротевольф. С отчетным докладом выступил первый секретарь Центрального комитета социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрих. Докладчик рассказал о борьбе демократических сил страны во главе социалистической единой партии Германии за единую, миролюбивую, демократическую и независимую Германию. Он говорил о больших успехах, достигнутых в строительстве Германской Демократической Республики. Делегаты съезда тепло встретили главу делегации Коммунистической партии Советского Союза, члена Президиума Центрального комитета партии, заместителя председателя Совета Министров СССР Анастаса Ивановича Микояна. В своей речи товарищ Микоян говорил о нерушимой, все более крепнущей дружбе между немецким народом и народами СССР. В заключение он огласил текст приветствия съезду от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Коммунистической партии Советского Союза